Здравствуйте! В этом видеоуроке я покажу вам, как производить юстировку телескопа. Если у вас есть желание поддержать нас, посетите ниже указанный адрес. Чтобы отюстировать наш телескоп, мы воспользуемся маленьким инструментом — лазерным коллиматором. Ну что ж, вот он мой инструмент. Он выполнен в виде трубки с отверстием в центре этой области. Имеется круглое углубление, в центре которого отверстие, а сбоку у нас просвет. И его основная задача при включении винтом, расположенным сверху, направляю на стену. Это то же, что и красная лазерная указка. В общем, этот используемый мной инструмент шел в комплекте с телескопом. Можете приобрести подобный в районе 40 долларов. Либо приобрести подороже, если нацеленный на более качественный. Что ж, здесь у меня телескоп. И первое, что я сделаю — это наклоню телескоп вниз. Причина такого действия в том, что вам придется повозиться с инструментом, с открытой внешней стороны. И если вы оставите его поднятым и случайно уроните вниз инструмент, угадайте, что может повредиться. Повредится зеркало, находящееся внизу, замена которого очень недешево, поэтому вам придется опустить его вниз. Следующий шаг — крепим коллиматор в фокусер. Вот, взгляните на это снова. Берем и закрепляем. Походу, хочу обратить внимание на то, что вот это отверстие в коллиматоре сверху незаметно. Вот оно. Что вам потребуется сделать — это направить его, чтобы точка была направлена на нижнюю часть телескопа. И если вы присядете за ним, взглянув вверх, вам должно быть видно отверстие. Позже такое направление потребуется для настройки телескопа. В общем, я фиксирую его в этом положении. Теперь я включаю мой лазер. Включение производится покручиванием в данной модели. Но иногда включатель размещают на крышке в конце, потому может потребоваться включать его там. Но сейчас я покручиваю. Так я его включаю. И взглянув снизу, нам станет видно, что просвет закрыт, это означает, что он включен. Чего вам не следует делать — это подходить к краю телескопа и заглядывать туда. Потому что нужно быть осторожным, чтобы луч лазера не попал в глаза. Смысл процесса в следующем. Начиная с фокусера, луч поступает на диагональное зеркало под углом 45 градусов и проходит сквозь всю трубу в самый край, где он попадает на основное зеркало. Если ваш телескоп отцентрирован, луч отражается и, отбившись от диагонального зеркала, возвращается туда же, откуда возник. Это то, как происходит процесс настройки. Но сейчас у нас здесь этого, возможно, и не произошло. И первое, что я сделаю, это подведу мою руку. И вот вы можете видеть — лазер отчетливо попадает на мою руку. Что означает — совпадения нет, и все перекошено. В данном случае произошло следующее. Луч отправляется отсюда, отражается от диагонального зеркала, следует по трубе на первичное зеркало. Отражается и полностью промазывает. Мимо диагонального зеркала — вот почему его можно видеть на моей руке с этой стороны. В общем, теперь, когда мне известно, откуда он поступает, если я покажу... В общем-то, мне следует присмотреться на размещение этого пятна. Отклонение может наблюдаться в разные направления. При настройке ваших зеркал используйте что-то для рассмотрения того, что отразилось. Так вам будет легче увидеть отклонение вашего лазера. Теперь мы рассмотрим, что у нас там в трубе. Здесь вы можете видеть, что находится внутри телескопа. Этой стороной он направлен в небо. Здесь у нас имеется три юстировочных винта диагонального зеркала. Потому, подкручивая их в одну или в другую сторону, производится отклонение зеркал в соответствующее направление. Этим мы и займемся для выполнения настройки. Вам потребуется отверстка для этой процедуры. Сейчас я буду покручивать винты руками в рамках этого видео. Чуть поднаеду на основное зеркало. И вам станет видно прямо по центру. Имеется черное кольцо. Прямо там. Это метка основного зеркала, указывающая, где находится его центр. Так что теперь, включив свой лазер, становится видно появление точки. Если я его выключу, вы это увидите. Выключаю и включаю. В общем, задача такова. Поиграться с винтиками до тех пор, пока мы не заставим точку переместиться точно в центр моего основного зеркала. И вам видно, как мои руки отражаются. И я делаю подкрутку. Вращаю винтики до тех пор, пока точка лазера не окажется, прямо в центре. Итак, теперь у нас диагональное зеркало полностью настроено. И теперь мы займемся основным зеркалом. Поворачиваем телескоп вот этой стороной. Ну, вот так выглядит мой телескоп. Здесь он имеет также стопорные винты, а также юстировочные винты. Первым делом мне следует ослабить стопорные винты. Это позволит мне заняться юстировочными винтиками. Сейчас я поменяю ракурс камеры для того, чтобы показать вам наш коллиматор. Сейчас я его приближу. Ну вот, сейчас вам виден лазер и отверстие прямо по центру. И что мне требуется сделать, это регулируя зажимы, подстроить лазер. Вот он отклонился вверх. А вот теперь он попал строго в центр на отверстие. Это то, чего я и добивался. После размещения его на место я могу начинать зажимать стопорные винты. и это тоже немного оказывает влияние на зеркало, и вам видны незначительные сдвиги. Так что мне требуется сжимать их аккуратно, поочередно переходя от одного к другому. Вот я и зажал их все, сохранив лазер настроенным. Хорошо, вот и все, что потребовалось. Процедура достаточно проста. Перевод выполнен специально для компании ФОТОРУ. 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 ФОТОРУ.